Музей истории города Обнинска В мастерских физико-энергетического института было изготовлено несколько таких макетов, и один из них был торжественно передан Обнинскому музею. Макет «Перваяс» экспонировался в 1956-1958 годах на ВДНХ, а в 2015 году в музейно-выставочном объединении «Манеж» на выставке «70 лет атомной отрасли. Цепная реакция успеха», приуроченной к 70-летию отечественной атомной отрасли. Постановление Совета министров СССР о сооружении на территории лаборатории В. опытной электрической станции вышло 12 июня 1951 года. Руководителем работ по созданию АЭС был назначен Дмитрий Иванович Блохинцев. В сентябре 1951 года недалеко от станции Обнинская на месте деревни Пяткино началось строительство первой в мире атомной станции. 9 мая 1954 года состоялся физический пуск АЭС, а 26 июня 1954 года пуск энергетический. И с этого дня началась новая эра в энергетике. Перед нами трехэтажное здание. В его центре расположен реакторный зал. Именно в нем, под чугунной плитой, на глубине примерно с трехэтажной дома, находилось сердце первой АЭС. Уран-графитовый канальный реактор с водяным теплоносителем. Реактор этот работал на медленных тепловых нейтронах. Топливом для него служил обогащенный уран. В реактор загружали около 550 кг топлива, и этого хватало для работы на полной мощности в течение 80-100 суток. Основу реактора составляла цилиндрическая графическая кладка. В ее отверстие вставляли технологические каналы с урановыми тепловыделяющими элементами и стержни регулирования из карбида-бора. В глубине реакторного зала мы видим топливные стержни реактора и мостовой кран, который вынимал отработанные стержни из реактора и погружал туда новые. Под плиту реакторного зала находился бассейн выдержки, куда помещали отработанные стержни. Схема теплосъема АЭС была двухконтурной. Мы можем видеть на макете трубопроводы первого контура в виде трубочек красного цвета. Вода первого контура циркулировала через реактор под давлением 100 атмосфер и нагревалась до 280 градусов Цельсия. Она отводила тепло из реактора и через систему парогенераторов отдавала его воде второго контура, которая, превращаясь в пар, приводила в действие турбину, вращающую электрогенератор. Подземные рабочие помещения, расположенные на двух этажах, использовались для технических работ. Станция управлялась с центрального пульта, на котором были смонтированы регуляторы и указатели важнейших контролируемых параметров, характеризующих работу атомной станции. Вся информация о работе и состоянии реакторного и турбинного оборудования была сосредоточена именно здесь. Создание первого АЭС и покорение атома стало величайшим достижением человечества в познании мира. Первая в мире АЭС стала испытательным полигоном для создания разных реакторов, местом подготовки персонала атомных станций. Здесь прошли обучение экипажа двух первых атомных подводных лодок и атомного ледокола. Запуск Обминской АЭС стал первым шагом в развитии атомной энергетики, превращении ее в самостоятельную крупную отрасль.